Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и Дейтен Винланд. В общем, мокнущие под дождем приветствуют вас. Я не знаю, может быть я чем-то прогневал богов, что так часто штормит, гремит и бьют молнии. Валюрчик, может быть я тебя плохо кормлю? Валюрчик, проверить статус. На, вот смотри-ка, ешь, 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 смотри-ка сколько тухлятинки. И, кстати, Валюрчик, ты наверное сегодня будешь отдыхать. Да, отдыхай. А может быть дело в той старой бабульке, которая сейчас мокнет в лесу, и я все не могу ее забрать. Но Сиси скоро закончит убежище, и мы обязательно ее заберем к себе. Давай-ка я сразу проверю состояние лагеря, потому что состояние лагеря обязательно ухудшится после сегодняшнего этого гремящего дня. И ухудшится, наверное, намного, черт побери. Тут и мастерская требует ремонта, и таверна требует внимания, и убежище тоже нужно. Да сколько же, где же набраться столько ресурсов, а? Ну перестаньте, хватит. У меня же все уставшие, унылые, убогие и все остальное. Дрова, дрова еще постоянно нужно подкидывать. Слушай, девять дров осталось. И два дня, два дня до выплаты дании. Ладно, Блоди, не грусти, что-нибудь придумаем. Обязательно что-нибудь придумаем. Давай начнем расстановочку наших поселенцев. Кстати, хочу посмотреть, что там у Кари за черта-то. Тренировка Юки. 100% рост опыта, смелость и здоровье. Здоровье плюс два. Наконец-то, Кари. Наконец-то ты тоже выросла. Немножко. Ну что ж, с чего начнем-то? Я вижу, что Эрик и Моэра прям страдают от уныния. Они страдают больше, чем другие. Есть тоже страдальцы, но они больше всех. Давай-ка тогда я их направлю в таверну. Что-то Эрик то спит, то пьет. Я прям не знаю. Мне нужны твои сильные руки. Давай заканчивай с этим отдыхом и подумай о работе. Сиси, ты здесь. И да. Садовод есть меня, я понял, что никакой. На сад я отправлю, потому что собирать-то уже пора урожай. Единственное, что брат Анжела, он пока еще тщедушный. Телосложение у него слабенькое. Хотя с оленьем он в прошлый раз расправился. Будь здоров. Ну, может быть, и справишься с этой коноплей. Но устанет он. Я прям не знаю. Может быть, его пожалеть. Но нет. Усталость, конечно, будет большой. Ну, пускай собирает. Пускай работает в саду. Надо собирать. Надо собирать урожай, или пропадет все. Карри, что с тобой? Ну, ты идешь на исследование, что с тобой. Единственное, что мы, наверное, выберем, да. Пускай будем искать сражение. Будем искать сражение. Шана у нас станет на добычу мяса, потому что мясо... Мясо, мясо. Оно нам надо. Если бы она еще не пропадала, это мясо. Хотя знаешь что? Карри. А если... Да. Если станет сюда Карри, то она может добыть больше. Но это не обязательно. Это не обязательно. А может быть, нам применить ловушки? Но никогда не ставил. Хотя здесь и шансы, и зверь пойман, и приманка украдена, и ничего не произошло. Это... Я думаю, что это может вывести меня из равновесия. Поэтому ловушкой я займусь и протестирую ее чуть позже. Сейчас не время. Когда вопрос с мясом будет закрыт, тогда уже и решим. Шана, в общем, ты ищешь, да? Блоди. Знаешь что, Блоди? Ты, наверное, сядешь у меня вот сюда, Нагорни. Подожди. Нагорн. Нагорн прям... Да нет, не нужна мне... Мне нужна Блоди. Где ты? Вот, садись сюда, и здесь ты выберешь направление, или я выберу веревки. Да, мне нужны веревки. У меня просто нет веревок, а мне нужны ремонты. Подожди, я не выбрал. Ремонты и развитие. Это все... Все это все тормозит. Здесь кто? Здесь Леди Томэ прячется. Леди Томэ, а ты отправишься, наверное, вот сюда. Сбор сыребных трав нет, сосредоточимся на конопле. Природные ресурсы. Да. Фрукты, лагерь фруктов нужно поберечь. Чуть приостановиться. Нанесли мы большой урон популяции наших ягодок, пускай восстанавливается. Так, ладно. Ну, в принципе, все, да. Все. Все, поехали, запускаем. Убежище готово. Максимальное число людей плюс один. Эх. Ну, без усталости никак. Тем более, в нынешнее это время. Когда все гремит, все льет. Уныние прямо отлетело. Эрик, если бы у тебя так ушло уныние, возбуждена и опьянена. Ну, хорошо. Блоги, ну ты, я надеюсь, что веревочки накрутила. Да. Пять веревок. Небольшая усталость. Ну, Блоги у нас сильная женщина. Воды много. Плюс 15, да. Плюс 15, ну, спасибо и за это. Немного, конечно, усталость. Трещит просто. Семь конопляночки. Семь конопляночки. Телосложение и огромная усталость. Ну, в общем, надо отсюда убирать его. Карри, что расскажешь? Шесть мяса? Ну, неплохо. Могло быть и хуже, но могло быть и лучше. Немножко ранее. Не только не говори, что что-нибудь повредило. Нет, все нормально. Шана. Открыта новая область. И бой, и бой. Ну, мы, в принципе, искали этого боя. Поэтому, Блоги, давай, Карри, Шана. Собираемся, берем свое оружие. Луки, стрелы и вперед. Рабовладелец, лучник. И все остальные. Так, ну что? Уходим назад, наверное. Уходим назад. Движение назад. И будем дождь и стрел. Отлично запечатали в рабовладельца. Но можно было бы и лучше. Шана. Шана тоже делает движение назад. И все. На этом и делай прицельный выстрел. Надеюсь, что лучник... Нет. Нет, гад. Не отправился он к праотцам. Значит, будем терпеть. Хотя, может быть... Может быть, мы просто вот сделаем насмешку. И он не выдержит этой насмешки. Нет, он выдержал, гад. Он выдержал. Но это ничего не значит. Мы с тобой еще не закончили. Чпунь так и конец хода. Не надо этого делать. Один. Шану перетащил вперед. Но алкаш, наверное, будет наливать. Я не думаю, что он будет бить. Нет, будет бить. Но будет бить туда, куда надо будет бить. Сосредоточился. Яница сосредоточен. Ну, даже не знаю. Давай, ладно. Давай так. И прицельный выстрел. И работорговца больше нет. Карину стрелять ты умеешь, умеешь. Ничего тут не скажешь. Давай вот так. Ты следующий. Напугала тебя? Нет? Шанна или не напугала? И отступим назад с уроном в 6? 6? 6 с критическим уроном таким. Влоди, давай мочи. Мочи, гады. Готов. Ну, слушай, мы как прям быстро что-то разобрались. В полном порядке, в полном порядке, в полном порядке. Ну, нормально. Смотри-ка, сушу на мясо, зашло дерево. Тут прям грек жаловаться. Нормально. Я думаю, что умения Шанны помогают нам. Что тут у меня? Стравник наш травник. Где ж напасешься-то столько-то бинтов? Новая область. Ну что, бабульку забираем? Нет, давай посмотрим. Давай посмотрим. Странное устройство. И это руны. Это руны. И это значит, что орехалковые бусины и мучения нас ждут. Нет. Нет. Черт побери. Давай тогда, это, бабуся. Ну что ты, старая бабуля. Готова? Что на нее смотреть? Давай забирать, кто пойдет. А давай я вопрос следи там и решу. Осторожный нападающий. Метко сниться. Нет, это не для тебя. Максимальный урон. Вот так, наверное, максимальный урон мы тебе и сделаем. Я думаю, что это тебе не помешает поговорить. Ну, Мойра пойдет, потому что Мойра у нас хороший переговорчик. Мудрая женщина. Ну и что, молчим. Эй. Нет, тут только, я не знаю, только ворона смотрит и все. А что такое? Умерла, наверное, бедная старушка. Опоздали мы. Нет, смотри-ка. Очнулась. Я знаю века исполинов древнейших, чей род моих предков-то свет произвел. Знаю девять миров, я под деревом вечным, чьи корни покоятся в недрах зима. Чоп. А? Что? Ты... Ты в порядке? В порядке? Как же в порядке-то? Я старая больная женщина, заблудившаяся в лесу. В лесу. Тупица. Какой может быть порядок? Да нет, я про другое. Ну, я... А ты в порядке, дитя? Не много ли мух в рот залетает, пока ты вот так стоишь и думаешь? Они, наверное, жужжат у тебя там. Хе-хе-хе. Ты когда придешь в себя, может догадаешься позвать старушку в свой лагерь? Откуда ты... Откуда я знаю? Да. Что? Да ничего, не обращай внимания. Давай, топай к нам. Я не позволю старушке умирать от голода в лесу. Пойдем, мы защитим тебя. У нас тут лагерь неподалеку. Что вот прям так? Защитите? Скоро ты поймешь, что это вам нужна моя защита. Чего ты злишься? Ну да, ну да. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Забыла, по-моему, бабка, как ее зовут. Ладно, неважно. Старуха идет за вами в лагерь, опираясь на свой посох. Очень-очень медленно. Теперь она часть вашей общины, как бы там ни было. В лагерь. И, по-моему, я не знаю, как ее зовут. Ваша община растет. В лагерь пришли новые люди. Слушай, ну надо посмотреть на этих новых людей-то. С кем придется-то жить и делить кусок мяса? Безумная Вельва. Звать не знаю как. Очень старая, своеобразная женщина. Она опирается на большой резной посох и носит одежду, покрытую перьями ворона и птичьим пометом. Все в ней кричит. Ведьма. Большую часть времени она кажется едва живой. Давай-ка, черты. Наркоман. Надо же. Вот это да. Наркоман, похоже, с большим стажем. Минусы. Болезнь, голод, уныние. Все. Отступает от нее каждую ночь. Слишком старая, чтобы учиться. Ненавидит рыбалку. Слаба. Слабовольные. Способности. Скрытность вижу. Не вижу ни силы, ни ловкости, ни телосложения. Ну да, аж какое может быть телосложение, какая может быть сила в таком-то возрасте. А вот интеллект и мудрость присутствуют. Лечение. Готовка. Можно даже сказать, что рыболовство. Лечение это хорошо. Лечение это хорошо. Потому что вот собирательство, это, тем более садоводство, это, конечно, хорошо. Но с твоим-то телосложением ты еще будешь больше страдать, чем кто-либо другой. Но когда-никогда, я думаю, что можно этим позаниматься. Ну ладно, разберемся. Что там с уровнем? Я думаю, что... Подожди. Бой, бой, бой. Бой, конечно же. Но это все, 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 все. Мистик, мистик. Это все та же Мойра, это все тот же Сисси. Я думаю, что в боях тебе в старое, больное, непомнящее имени женщина участвовать особенно не придется. Опытный целитель, на тебе, пожалуйста. Вот тебе это сразу, наверное, и добавим. Опытный целитель. Начинающий селекционер животноводства, начинающий собиратель. Ну, не знаю. Быстрое восстановление к уменьшению болезни. Да и ну что, никакая хворья не возьмет. Черт. Начинающий собиратель. Ладно, давай посмотрим. Вот сразу и прокляли тебя. Смелость. Вот смелость, это да. Вот сразу возьму смелость. Зов леса, это что у нас, подожди. Это лесничество, конечно. Нет, смелость. Поиск. Начинающий рыбак. Скрытность. Скрытность, скрытность, скрытность. Давай уныние. Давай так. Еще что-то, да? Атлет. Ой, такое все. Проклятый судьбой на семь дней. Зов зверей, животноводство, охота. Черт. Ну, садоводство не хочется отнимать-то вообще. М-да. А это интересно, суммируется проклят судьбой? Да, смотри-ка. Не знаю, не знаю. Что тогда выбрать? Ну, не хочется убирать садоводство и добавлять животноводство. Ладно, тогда просто я добавлю тебе вот меткость и все. И все. Мудра и интеллектуально развита. Так, ну что же делать-то? А? Я прям не знаю, что с этой руной-то делать. Попробовать. А смотри для начала. Вы никогда раньше не видели такого устройства. В нижней части находится прочно закрытый большой крепкий ящик, но замка не видать. К ящику примыкает массивное деревянное колесо. Интересно, что за псих придумал эту нелепую штуковину? Странное устройство, покрытое рунами. Внизу ящик, тут колесо. Повернуть колесо, проверить руну, осмотреть механизм. Давай сначала осмотрим механизм интеллект. Вот, кстати, у нас появился интеллектуал. Выше среднего намного, поэтому она и пойдет. Вы проверяете, не застряло ли что-то в стержне. Вы садитесь на корточки и смотрите на нижнюю часть стержня, туда, где он соединяется с шестеренками механизма. Как ни странно, вы не видите ничего, что бы могло блокировать механизм снизу. Когда вы встаете, вы замечаете на стержне знаки. О, посмотреть. Знаки? Нет, похоже на бороздки. Вы проводите пальцем по одной из них до самого верха и видите деревянные колышки, заполняющие пустоты. Они крепятся к колесу. Что-то я ничего не пойму. Ну, давай узнаем, для чего они нужны. Похоже, вам нужно повернуть колесо, чтобы внутренние колышки встали в бороздки. Вам всего лишь нужно запомнить, в какую сторону двигаться. Это проще сказать, чем сделать. Этот рисунок полная неразбериха, если бы только понять, как с ним разобраться. Слушай, нужно разобраться как-то с рисунком. Может быть, продолжим разбираться или это то же самое? Ну, наверное, это то же самое, да? Ну да, значит, что делаем? Проверить руну? Ну, опять же, мудрость. Мудрость. Каждая руна, это буква алфавита, но также у нее есть полное имя и скрытое значение. Но как называется руна R? Попытаться вспомнить. Мудрость 65. Ну, ты уж постарайся, напрягись. Ну, отлично. Это пятая руна Райдо, руна Всадника. Вспомни, это вы по-новому смотрите на устройство. Сейчас, секунду. Все, возвращаюсь к нашей ведьме. Это пятая руна Райдо, руна Всадника. Вспомни, это вы по-новому смотрите на это устройство. По-новому? Райдо олицетаряет движение «Долгий путь», но она предполагает, что путь Странника будет полон сюрпризов, и ему придется приложить усилия, чтобы продвинуться вперед. Это напоминает вашу ситуацию. Если бы кто-то пару недель назад решил прочитать вашу руну, наверняка бы выпала руна Райдо. Наша женщина стала мудрее. Так может тогда осмотреть, если по-новому, вы проверяете, не застряло ли что-то в стержне. Вы садитесь на корточки и смотрите на нижнюю часть стержня, туда, где он соединяется с шестеренками механизма. Как ни странно, вы не видите ничего, что могло бы блокировать механизм снизу. Когда вы встаете, вы замечаете на стержне знаки. Слушай, мне кажется, все становится как-то сложнее и запутаннее. Раньше было проще посмотреть на знаки. Слава богу, что интеллект у нас зашкаливает просто. Знаки. Нет, похоже на бороздки. Вы проводите пальцем по одной из них до самого верха и видите деревянные колышки, заполняющие пустоты. Они крепятся к колесу. Для чего они нужны? Вам, в принципе, все понятно, особенно учитывая значение рун. Вы должны заставить колесо пройти путь через бороздки на стержне. Вам всего лишь нужно запомнить, в какую сторону двигаться. Это проще сказать, чем сделать. В рисунке полная неразбериха. И спири... Погоди-ка. Если задуматься, эту карту нетрудно прочесть. Вы понимаете, что есть шесть бороздок. Шесть. По одной и на каждый колышек. И они все симметричны. Вам просто нужно идти по одной из бороздок, чтобы найти верный путь по часовой стрелке. Против часовой стрелки. Опять по часовой и вниз. Это вопрос или утверждение? Я что-то не пойму. Ты меня спрашиваешь или это так и есть? Блин, надо запомнить. По часовой, против часовой. Опять по часовой и вниз. По, против, по. Ну ладно, не знаю. Хотя это не точно, я так понимаю. Как будто вы пишете руну, начиная с нижнего правого угла. Повернуть колесо. Слушай, нужна сила, нужна ловкость. Может быть не стоит сейчас? Может быть прийти чуть попозже? Может быть... Ну зачем, да? Когда все отдохнут. Ловкость на что у тебя здесь? Вот усталость, ранение. Ладно, давай, Эрик, попробуем. Не знаю, чем это закончится. Вы хватаетесь за рукоятку двумя руками и толкаете, но колесо не двигается с места. Может застряло? Вы пробуете еще раз, но снова деревянное устройство не сдвинулось на юм. Подумать о руне. Ну давай подумаем. Руна означает движение через усилие. Может быть вам надо приложить все силы? Стоит попробовать. Так, вот начинается. Хорошо. Допустим, толкать по часовой стрелке, да? Сначала по часовой. Отлично. Вы становитесь за устройством и толкаете колесо по часовой стрелке. Что-то, что есть мочи. Наконец-то вы чувствуете, что колесо дрогнуло. Это придает вам силы, и вы толкаете еще сильнее. Вы толкаете с такой силой, что кажется еще немного, и у вас глаза из орбиты выскочат. Вдруг вы слышите мягкий шелчок, и колесо медленно начинает двигаться вверх по стержню. Черт, усталость растет. Колесо скоро останавливается. Оно все еще подрагивает немного, но вы чувствуете, что оно задело какой-то крючок. Отдохнуть? Да, уж мы отдохнем, я так чувствую. Нет, лучше тогда продолжим. Против часовой. Правильно? Эрик, пожалуйста. Вы толкаете колесо против часовой стрелки, что есть мочи, и снова оно вздрагивает. Вы и так близки к тому, чтобы сдвинуть его с места? Это непросто, но шаг за шагом колесо медленно продвигается вверх по стержню. Через несколько шагов другой крючок переграждает вам путь. Вы вспотели, как свинья просто. Усталость растет. Отдохнуть. А вот это, по-моему, конец. Я бы мог, наверное, отдохнуть, но у меня отдохнуть шанс еще меньше, чем толкать. Давай будем толкать по часовой стрелке. Отлично. Колесо вздрагивает, когда вы собираетесь все силы и толкаете его рукоятки. Вы зарываетесь ногами в песок, чтобы было полегче. Вы едва не теряете равновесие, когда колесо наконец-то перескакивает через крючок и медленно поднимается по стержню. Через несколько шагов вы останавливаетесь, наткнувшись на очередной крючок. Ваше дыхание быстрое и поверхностное. Усталость. Слушай, ну сейчас толкать вниз. Вот правильно. Получается толкать вниз. Это даже все. Теперь, если ваша догадка верна, вам всего лишь нужно толкнуть колесо вниз. Поскольку вы уже сильно устали, вы решаете навалиться всем телом, чтобы сделать это. Вы прыгаете на ту рукоятку, которую до этого толкали, и слышите треск. О нет, неужели вы сломали ее? Эрик. Какого черта? Вы готовитесь упасть, но этого не происходит. Вместо этого вы видите, как колесо скользит в низ по стержне. Получается, вам удалось? Ответом на вопрос служит маленький щелчок. Вы рискуете и отходите от колеса, на месте вырезанной руны открывается потайная дверца. Внутри вы видите мед и золотистую бусину из неизвестного сплава. Как только вы забираете их из отверстия, вы слушаете второй щелчок изнутри. Орехалковая бусина. Мед. Разгадчик загадок. Порошок шалфея. Затем весь механизм начинает ужасно дрожать. Вы быстро отдергиваете руку, и странное устройство разваливается на части. Вы собираетесь все, что можно, и уносите ресурсы, что-то, что поможет справиться с усталостью. Доказательство того, что вы разгадали руническую загадку. Это был насыщенный день. Уныние могло бы уйти и больше. Плюс здесь и дерево. Обалдеть. Слушай, ну становится как-то все сложнее и сложнее. И главное, я смотрю, что черты... Черты... Сила, ловкость. Вот тут как бы и ловкость бы хотелось, чтобы было... Может быть, стоит прокачивать и... Какие-то другие черты, а не упираться, например, просто в силу и гнать, например, телосложение, чтобы это было более... Как бы чуть-чуть сглажено. Кто его знает, что ждет впереди? С такими-то загадками. Черты, что это мне дает? Разгадчик загадок. Мудрость. Ага, особенно Эрику она нужна вместе с интеллектом. Ну ладно, опыт будет расти лучше, я так думаю. Так, у меня что там? Я... Все нормально? Все нормально, да? Все замечательно. Фух, вот это вот колесо, это просто вымотало меня. Что теперь делать? Я даже не знаю. Я уже забыл, что мне нужно делать с этим колесом. Карта. Так, бабулька, бабулька. У нас появилась бабулька. Я так понимаю, что здесь уже ничего у нас нет, да? Нужно по-новому пахать. Но какой пахать с такой усталостью? Поэтому всех тех, кто сильно вымотался за сегодня, отправятся. И да, мастерская. Мастерская, нужно выбрать направление, в котором мы будем развиваться. Но почему-то мне так хочется, чтобы полностью уже закончить обустройство лагеря. И наконец-то, например, поставить сушилку. И, например, поставить загоны. Но для этого нет веревок. Может, тогда сделать что-то другое? Что-то другое. Вот, например, лесозаготовка. Железо. В принципе, это не сложно. Моста не больше добывать. Или, может быть, что-то с запасами воды. Слушай, ну здесь большой... И веревки не хочется тратить. Веревки не хочется тратить. Нет, ну вот на лесозаготовке, наверное, было бы это полезно. Было бы это полезно. Угу, угу, угу. Ну давай. Или нет. Или нет. Подожди, охотничий лагерь. Охотничий лагерь. Вот смотри. Тоже было бы интересно. Плюс 25% получим. Как раз, как раз вот то, что нужно. Но это ресурсов столько съест. И нет, не знаю. Давай-ка я улучшу вот это. Все. Так и порешим. Так и порешим. Единственное, что, Блоди, ты, наверное, на горне. Продолжишь ремесло делать веревки. Эрик, ты сменишь Сиси на этом месте. Сиси сейчас отправится на отдых. Вместе с ним этим займется наш садовод. Может быть, нет, давай-ка, знаешь, что, решим, что здесь делать. Карри останется также на добыче. Шанна, а что у нас с рыболовным лагерем? Все нормально, все нормально. Давай рыбу ловить, наверное. Мойра, где-то есть. Тупость, да, остановись на рыбалку. Шанна, мы с тобой продолжим искать сражений. И все, да? Так, ладно, здесь что? Леди-то мы, леди-то мы. Продолжишь сбор конопли. Валюрчик. Ты продолжишь отдыхать. Единственное, что может быть нам здесь в палатке целителя, приготовить целебные отравы, я все-таки попробую. Попробую помочь Сиси. Сиси-сиси-сиси-сиси. Целебные отвары. Нет. Есть. Наконец-то. Наконец-то ты избавился от этой пагубной своей черты. Хорошо. Порошок шалфея и мед мы оставим на черный день. Он обязательно когда-нибудь придет и может быть даже скоро. Поэтому пускай так и остается, да? Так, вы отдыхаете. А где наша бабулька? Чем она вообще занимается? Я чуть не пойму. Где она есть? Она в убежище, наверное, сидит, да? Сидит, наверное, в убежище. Так может бабульку и поставить на сбор. А леди Томео, где она есть? Где она есть? Наверное, в убежище сидит. Просто будет в убежище. Короче, далее. Поехали. Усталость, усталость. Энергичность. Энергичность. Десять дерева отлетело. Железо улетело. Блоди, что с веревками? Ммм, таверну нашу разбирают. Блоди еще сделала веревочек. Отлично. Немножко, конечно, вымоталось. Но она отдохнет, я думаю, в убежище очень быстро. Валерчик. Так, гляди там, а там тоже бездельничает. Ну и пускай. Конопляночка. Просто... Ой, боже мой. Да. Три наживки. Девять рыб. Девять рыб наловила. Мудрость растет, но еще до нашей бабушкиной мудрости тебе далеко. Охота. Шесть кусков мяса. Сколько останется завтра утром, бог его знает. А вот ранение, конечно. Усталость. И бой. Ну, собственно, боя мы... Подожди, бабулька. Нет, 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 не тебя. Я привык, что здесь на этом месте кто-то другой стоит. Из нашей троицы боевой. Три боевые подруги. Три боевые подруги. Яница, разбойник, берсерк, черт побери. Ага. Вот это плохая расстановочка. Вообще плохая. Потому что... Блоди не сможет пойти. Ей нужно повысить инициативу, Блоди. Ей нужно повысить инициативу, чтобы она, наверное, ходила первая. Тогда бы было бы это лучше. Ну что ж. Что делать-то? Тогда вот так делаем. Делаем так и делаем прицельный выстрел. Отлично. Да, будут у нас, похоже, сегодня проблемки. Делаем вот так. Закрываемся. По возможности. Как получится. И делаем так. Один. Счет не очень начали вы, девчонки. Берсерк будет. Угу. По карри. Три по карри. Карри, карри, карри. Двигаемся вперед. Меняем, конечно же, ряд. Ну что ж, по разбойничку. Троечка. Ну, не знаю. Закрываться. Да нет, в нашем. Давай просто вот еще разочек удар. Троечка. Не думаю, что что-то серьезное они сделают для Блоди. На троих, да, сообразили? Ты смотри, какие. На троих. Ладно, понеслось. Карри, ну нужно мстить. Нужно мстить. Но Берсерк может сдвинуть Блоди. Он же может это сделать? Может. Инициатива у него сейчас шесть. Вот, передвижение назад цели. Рубящий удар. Поэтому как бы лучше перестраховаться, наверное. Шесть. А мы не перестрахуемся. Ладно. Дождь и стрел. Пять, два, три. Ну, неплохо, слушай. В общем, десяточка урона. Конец хода. Шана. Так же. Отлично. Ярость. Вот псих сумасшедший. Шесть. Но он не сдвинул ее. Ну, шесть это больно. Шесть это уже больно. Давай лупим его. Один. Давай, наверное, еще вот так. Один. Ноль, да, получилось? Угу. И Блоди, я все-таки попробую тебя закрыть. Хотя я не думаю, что тебе что-то достанется. Ну, пускай. Один. А вдруг пробил бы сосредоточение. Угу. Карри, ну, продолжаем. Карри, продолжаем. Ну, он не должен что-то сделать. Хотя, кто его знает? Кто его знает? Угу. Ну, отлично, улетел. Прицельный выстрел. Да. А может быть сделаем вот так вот. Ты следующий. И... Вот так. И все. Карри у нас получила легкое ранение. Угу. Блин. Надо ее... Позаботиться о ее здоровье. Веревочки, пиво. В общем, неплохо. Смотри-ка. Прям неплохо зашли. Ничего не нашли, но неплохо зашли. Чпунь. Падло. Черт, сколько много. Угу. Может быть наловить рыбешек? У нас-то сегодня особенно есть-то нечего. Я просто думаю, может быть место для рыбалки нырнуть? Нет, пока... Ловить рыбу. Там, по-моему, что-то было. Или большую рыбу ловить, или... Ладно, отправимся на рыбалку. Сейчас посмотрим. Вы забрасываете удочку и готовитесь провести это с огня в ожидании клево. Как бы то не так, рыба сразу клюнула. Как будто эти глупые рыбы сами прыгают в ваш котелок. Можно найти цель побольше, но мне кажется, что я... Нет, лучше я вытащу то, что есть. Вы вытаскиваете рыбу. Она большая, блестящая, вы с нетерпением ждете ужина. Рыболовство растет. Уровень растет. Сырая рыба 4. Знаешь что, мне нужна еще рыба. Поймать рыбу. Скрытность, ловкость. Вы прыгаете в реку так, чтобы достать до дна и замираете, ожидая, пока рыба приблизится. Вы замечаете большую рыбу, вы ожидаете и прыгаете на нее. Хорошая новость заключится в том, что вы не поранились в процессе ловли. Плохая новость в том, что вся рыба уплыла из ваших всплесков. Ну что ж, по крайней мере, это было весело. Ты чего это? Давай-ка еще поймаем. Ну ты лучше всех подходишь к этому делу. И что, что, не можешь наловить, что ли? Давай ныряй еще разочек. Еще одна рыбка, да? Ну ладно. А может быть, ты тогда и нырнуть? Интеллект. Нужен интеллект. Бабулька, может быть, ты нырнешь. Хорошо, смоешь свой помет. Давай, ныряй. Ничего себе, нашли свежая вода. Не долго думая, вы сбрасываете одежду. Боже мой, сбросила одежду. И прыгаете в реку. Прекрасное чувство, хоть и холодное, чем вы ожидали. Лучше бы это, конечно, не видеть. Надеюсь, что это никто не видел. Расслабиться? Нет, расслабиться. Будем исследовать дно. Там что-то есть. Вы делаете глубокий вдох и ныряете. Вода довольно прозрачная. На дне вы замечаете несколько камней и водорослей. Когда вы раскапываете ил, ваше внимание привлекает что-то блестящее. И вы хватаете это. И вот, талисман на удачу. Отлично. Талисман на удачу. А он дает мне, я не помню, что он мне дает. Он дает мне поиск. Поиск, поиск, поиск. Ну, поиск. 37, 57. Знаешь, я... Нет, ну... Опять же, искать должен кто-то сильный. Поиск. Я добавлю сиси поиск. Пускай будет так. Вдруг что? Как-то заменить, кого-то подменить. Мало ли что. Такие случаи будут. Уровень повышен. Здоровье плюс 2. Лечение, рост уныния. Быстрое восстановление уныния. Нет. Вот так, наверное. Все. 25 кусков мяса. Рыба есть. Все, заканчиваем. Конец дня. Эйрик. Молчит. Так. Добро пожаловать в наш лагерь. Еще раз. Как вас зовут? Я не говорила. Какой смысл запоминать ее имя? Все равно она скоро умрет. А? Не храни бедную старую Гудрун раньше времени, деточка. Я бережла много дев и юцов твоего возраста. Значит, тебя зовут Гудрон? Да, что-то карит и ее разозлила. Значит, Гудрон. Что? Это ваше имя, верно? Ладно. Будь вежливее. Она старая. Вы наверняка преодолели очень тяжелый путь. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. И вы зовете это домом? Ох, дитя, у тебя действительно заниженные ожидания. Но это видно, стоит лишь на муженька твоего взглянуть. Да, с Эриком они что-то не поладили. Пусть говорит. Бедная женщина потеряла разум. А мне ее слова начинают казаться все больше и больше разумными. Хм, а вот с Мойрой они нашли общий язык. Мне известно, что скрывает рог заветный Хеймдаля. Под светлым светлым воздухом, дышащим деревом, и влаги ручьи на него истощает. Залог властелина. Поймете ли вы место мою? Что? Что это было? Да, не знаю. Что вы сказали? А забудьте. Сейчас мы будем есть, бабуля, понятно? Не нужно кричать, ты тратишь цену, энергию, дитя. Так, когда мы будем есть? Ты хочешь заставить бедную старую Гудрон голодать? Гудрон. Ну вот, ведь я придумал, как пропеть твое имя. Но я не знаю, что он означает. Откуда оно? Это помогло бы мне понять твой характер и сочинить историю. Если тебе так хочется знать, мама как-то сказала мне, что оно означает лицо цветов. И пока ты не сказал, что это прекрасно, это просто красивый петит, к слову, веслушки. Хм, как говорится, женщина – это цветок в саду, ее муж – забор вокруг этого сада. Но мне кажется, что в нашей истории ты и цветок, и забор. Что ты хочешь сказать? Я не знаю, что на это ответить. Я думаю, эта деревня не выжила бы без твоей силы. Ты нужна Эрику, нам всем нужна. Так что ты будешь основной историей – забором вокруг деревни. Как скажешь. Но прошу, занимайся не только историей, сделай что-нибудь полезное. Я не хочу быть забором вокруг кладбища. Нам пока не нужны истории, нам нужны решения. Как говорят на моей любимой солнечной родине, что узнаешь всем и умрешь. Верно? Я постараюсь разгадать историю этого острова. Может быть, деревья или море знают ответ? Я буду слушать и спрашивать. Мудрость духов. Маджи. Ой, сколько вас много уже. Много уставших и унылых. И голодных. Раздача еды. А вот с едой у нас, ребята, напряжёнка. Некоторая нарисовалась. И я думаю, чем будет дальше, тем напряжёнкой это будет расти и расти. Сколько нужно вам готовить-то еды-то? Так, ладно. Я думаю, что травки будут нам в помощь. Я просто боюсь, что сейчас мясо очень много улетит. Пускай как-то это распределится между едой. Далее. Может быть, давай чуть побыстрее это всё запущу. Хотелось бы посмотреть, что там пришло-ушло. Ну ладно. Ну вот как так можно? 8 кусков, 8 кусков отборного чистого мяса улетело, а рыбы всего лишь один. Это зачем вы так делаете? Мы не доедали столько мяса потерять. Наконец-то. Просто солнечная погода. Завтра придут за мясом. Охотничий лагерь, в принципе, нормально. Но я думаю, что мясо должно быть. Оно будет. По-другому не может быть. Ну на этом я всё-таки закончу. Скажу спасибо, что смотрели меня. И пока-пока. До новых встреч. Пока.